МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня нас ждёт путешествие в прошлое, на Ментовайские острова. Веками этот архипелаг был оторван от цивилизации. Живущие здесь люди каким-то чудом сохранили свои традиции и обряды такими, какими они были тысячи лет тому назад. Ама-та-камма! А-а-а! Я Михаил Кожухов, и это программа «Вокруг света». Здравствуйте! За достижение прогресса принято благодарить инженеров. Ведь это придуманные ими механизмы сделали нашу жизнь куда более удобной и приятной, чем она была лет 200 тому назад. Но надо ещё разобраться, чья большая в том заслуга – их или нас, путешественников. Ведь это давняя мечта человека о преодолении пространства, подталкивала инженерную мысль. Как бы то ни было, а в том, чтобы преодолевать пространство, мы преуспели. Поездка, которая раньше занимала недели, теперь длится минутой. А вот эти самые минуты человеку пока не подвластны, и машина времени всё ещё остаётся мечтой. Но не для нас с вами. Сегодня нас ждёт путешествие и во времени, и в пространстве. Машина времени изобретена индонезийцами. Она называется «Берелога». Два раза в неделю эта посудина отходит от берегов Суматры и берёт курс на Ментовайские острова, расположенные примерно в 100 километрах. Там, в тропических влажных джунглях, живут ментовайцы. Для них не наступил ещё не только 21-й, но даже первый век. Так, вот к ним-то я сегодня и отправлюсь. С людьми. Туристов здесь почти не бывает. На Ментовай едут, и возвращаются только местные жители. «Берелога», как видите, не лайнер. Люди спят в повалку на общих нарах и даже на полу в проходах, на нижней палубе у кормы выпилена дыра. Это корабельный гальюн. Других удобств на этой развалюхе нет. Но мне, понятное дело, выделена каюта «Люкс». Где здесь у вас «Люкс», товарищ? Да. Вагон! Самый крупный из островов Ментовайского архипелага называется Сиберут. Плыть туда ровно ночью. Легенда, как в старом анекдоте, изменилась. Ночью начался страшный шторм, и капитан нашей берелоги решил переждать его у одного из 13 677 островов Индонезии. Честно говоря, судно трещало, как старый сосновый ящик. На утро, когда море успокоилось, мы продолжили путь на Ментовайские острова. Название корабля «Берелога» с Ментовайского переводится как «Белка». вот и скачем по волнам, как «Белка» по соснам. Сиберут – самый большой из островов Ментовайского архипелага. Здесь живет примерно 30 тысяч человек, которые выращивают саговую и кокосовую пальму, занимаются рыболовством. Но в глубине острова, по берегам рек и ручьев, живут ментовайцы, племена. Их старейшины помнят те недавние времена, когда особо недоедливых миссионеров ментовайцы съедали, а головы врагов отрезали для того, чтобы украсить ими жилища. Но говорят, в последнее время ментовайцы оставили эту дурную привычку. Деревни ментовайцев разбросаны по всему острову. Считается, что они составляют примерно 70% 30-тысячного населения Сиберута. В ближайших из них все-таки иногда бывают гости, туристы. Примерно человек 20-30 в год. Но если вы хотите увидеть настоящую ментовайскую жизнь, для этого придется отправиться вглубь джунглей. Сначала на лодке, вверх по реке, а потом через джунгли. Реки на Сиберуте – единственные дороги и средоточия жизни. На весь остров есть всего-навсего 4 разбитых пикапа, которые курсируют по единственной улице. Все остальные перемещения только водным транспортом. На моторе, если он есть, или на толпленке пироги. Остров покрыт трехэтажным тропическим лесом. Самый первый – низший этаж. Это колючий кустарник, лианы и подлесок, пробиться через который можно только с помощью мачете. На втором этаже – это метров 15-20 над землей – растут кокосовые пальмы. А еще выше – деревья, высота которых достигает 50 метров. Ну все, водная часть путешествия закончена. Начинается пешее. Носильщики кули доставят груз нашей съемочной группы в прошлое. В деревню, где живут ментовайцы. Морями теплыми омытое, лесами древними покрытое. Земля – родная Индонезия. В сердцах любовь к тебе храним. Тебя лучи ласкают жаркие, Тебя цветы одели яркие. И пальмы стройные раскинулись «По берегам твоим». Композитор Гвиксман, слова Корчагина. Была когда-то в 50-х годах такая популярная песня. Какую ерунду только мы с вами не пели в прошлом. «И пальмы стройные раскинулись. И такие монтажные воскресения». Продолжение следует... Поэтому здесь почти всегда одна и та же температура. Примерно 25-26 градусов. В жаркие месяцы днём температура, конечно, может повышаться. Но, в общем, страна вечной весны. Эх, где мои 16 лет? На Большом Каретном. Вообще Индонезия уникальный природный заповедник. Учёные насчитали здесь аж 35 тысяч видов всевозможных растений. Ведь почти все острова Индонезии, включая ментовайские, покрыты влажными тропическими лесами. И даже здесь, в торфяных болотах, есть жизнь. Здесь недавно найдена самая маленькая в мире рыбка. Её длина всего 7 миллиметров. А ещё говорят, здесь есть Аран Пендек. Маленький человек, ростом в метр. Голова у него будто бы человека, а тело обезьяны. Все ментовайцы и на Суматре убеждены, что он здесь есть. Хотя никто его не видел. Может повезёт. Долго ли, коротко ли шли они по лесам Индонезии, но наконец-то брались. Вот он, дом ментовайцев. Нехорошо, конечно, дарить сигареты и табак, но это здесь лучший подарок. Я Михаил. 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 Техапи. Техапи. Очень приятно. До конца 19 века у ментовайцев не было. ...изализации белых. Миссионеры появились здесь только в 1901 году. Построили несколько церквей и научили людей выращивать кокосовую пальму. Вглубь острова они предпочитали не заходить. Дом ментовайцев называется Ума. Он стоит обычно на берегу реки и служит жильём для нескольких семей и одновременно храмом, в котором совершаются все ритуалы. Дом стоит на деревянных столбах, в нём нет окон. Куры и свиньи, живущие вместе с людьми, охота и собирательство – главные источники их пропитания. Ну что ж, пришло время познакомиться поближе. Кур what is your name? А вас как зовут? Меня зовут мама Тапикунены. Байкапи Кунен. А его папа Тапикунены. А где же тогда Кунен? Where is Кунен? Кунен ушёл в лес работать. Первый раз встречаю, чтобы имена давались не по родителям, а по детям. Папа Кунена и мама Кунена. Я попросил Тапи Кунена, или уж не знаю, как его правильно называть, в общем, папу Кунена, объяснить мне, как устроен дом. Это Ума. Ума. Вот здесь мы готовим. Да. Здесь мы храним продукты. Понял? А-а-а, холодильник. Холодильник, я понял. А кто спит здесь? Мужчина или женщина? Вот здесь сплю я, а вон там напротив муж. Вместе нам спать нельзя. Интересно, как все устроено у ментовайцев. Спальня мужа и спальня жены. Это два разных помещения. А как же они размножаются-то, интересно? Если им не разрешено спать вместе. И вот, excuse me, простите. А это что? Что вот это такое? Это черепа убитых нами животных. Это черепа убитых нами животных. Черепа обезьян. А зачем они? Чинине, чинине, лан. Чтобы звать духов на помощь перед охотой. Да. А где же тогда головы твоих врагов? Нет. Они никогда не отрезают головы врагам. Никогда. Не отрезайте. Вы не едите врагов. Что вы, такого не бывает. Не едите врагов. Не едите врагов. Не едите врагов. Никогда. А хитро так смотрят. Никогда, никогда. Вагов нет. Ну, может быть, раньше, давно. Да, обезьян только, говорит. Обезьян. Едим, головы отрезаем. А врагов никогда. Ну, поверим. А что делать? Можно посмотреть. Ты только что говорил, что не отрезал голову никому, кроме только обезьянам. А уже вот так вот. Расколол я тебя, брат. Не режем. Знаю я вас. Ментовайцы. А вот эти вот, вот это, что все такое, это зачем? Это одежда дома. Одежда дома. В самом деле, не может же дом стоять голым. Это же, ну, как-то неприлично, когда дом голый. Поэтому для дома делается одежда. А, ну, правильно. И дом не должен ходить без штанов. И мне в таком виде, среди ментовайцев, делать нечего. Поэтому пойдем сейчас сделаем мне правильную ментовайскую одежду. Европейская одежда ментовайцам не пришлась по душе. Их мужчины до сих пор носят только набедренную повязку, а женщины юбку из коры дерева. Не очень понимаю, что ищут. Но, судя по всему, что-то такое, из чего можно сделать мне набедренную повязку. Поскольку власти запрещают им появляться в административном центре острова в таком виде, почти у каждого есть рубашка и шорты, которые они надевают, заходя за покупками в город. А в джунглях ходят, можно сказать, в чем мать родила. И мужчины, и женщины очень любят всевозможные бусы, браслеты и кольца. Затачивают зубы и носят на теле декоративные татуировки. Вообще нельзя сказать, что ментовайцы совсем не признают цивилизацию. Вот на руке у Теукопи часы. Правда, они не работают. И смотреть на них нужды ему никакой нет. Но часы красиво. А вот расшитые бисером головные уборы на моих спутниках вовсе не украшение. Это атрибут колдуна, жреца, который умеет общаться с духами. Впрочем, вот я сказал про часы и подумал. А кто его знает, откуда эти часы? Может, подарил кто. А может, так. Ну, что они, мол, не делают? Что это у вас здесь? А, буга-буга, буга-буга. Это от головной боли. Он врачеватель и колдун. Ты тоже колдун. И он колдун. И ты, и я тоже колдун. Мэджик. 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 Мэджик нет. Микрофон. Это микрофон. Я говорю, а камера записывает. Это не мэджик. Техника. Прогресс. Понимаешь? Глобализация. Снятую с дерева кору длиннобедренной повязки нужно сначала хорошенько отбить, чтобы придать ей мягкость. В этом процессе решил принять участие и я. То как-то неловко носить мне, а делаете вы... Долгая какая, смотри, история. Вот так пойдешь по лесу, услышишь такие звуки, ни за что не догадаешься. Думаешь, кто-нибудь, наверное, трава рубит. А оказывается, это ментовайцы делают набедренные повязки. А оказывается, это ментовайцы делают набедренные повязки. Туморов? Завтра. Ну как сложно. Почему туморов? Туморов. Туморов. Туморов надо сделать вот так. А вот, туморов. И после этого надевать. Ну ладно. Туморов, так туморов. Туморов. Сейчас тут поделать. Туморов. Чтобы я в полной мере ощутил на себе ментовайское гостеприимство, Теукопи и его спутники решили угостить меня каким-то местным деликатесом. На его поиски мы и отправились в джунгли. О, духи леса! Только пожалуйста, чтобы это был не толстый, мерзкий короед. Я очень прошу вас, сделайте так, чтобы это было какое-нибудь другое насекомое. Я устал есть короедов по всему белому свету. Я больше не хочу. Духи леса меня не услышали. Духи леса, опять послали мне эту мерзкую тварь в виде угощения. Надеюсь, хоть здесь, на Ментовайских островах, эту дрянь не едят живьем. Я ошибся живьем. Ну хорошо, подержи хотя бы тогда. Мне неприятно, я не люблю их держать. Хорошо, хорошо. Вкусно. Один для тебя. Выбирай. Нет, я не хочу. Ты ешь. Нет, ты. Как ты делаешь? Гадости страшные-то, ваши короеды. Это же очень вкусно и полезно. Хап. Ну ладно. Он просто, как и я, не очень любит сырых короедов. Я спросил его, может быть, у них такой номер? Для гостей, для туристов. Он говорит, нет, едим. Но я люблю жареных. Ну отлично. Я жареных тоже больше люблю, чем сырых. На хаус. Домой пошли. На хаус. На хаус. Угу. Ты идешь? Да. Хотел встретить новый день в новой набедренной повязке. Но духи спутали все планы. Всю ночь моросил противный дождь, и моя повязка еще не высохла. Но пришло время охоты. Сейчас уважаемый Панги и уважаемый Теукапи пойдут в лес для того, чтобы собрать необходимые компоненты для яда. Потому что охотятся ментовайцы с помощью лука и стрел, смоченных в яде. Пока мужчины ищут растения, необходимые для приготовления яда, женщины заняты приготовлением пищи и другой домашней работой. Точно такой же, какой занимаются женщины во всем мире. Меня оставили им помогать. Ну а теперь пришла пора позаботиться о главном богатстве ментовайцев, о домашних животных. Кормят их тоже тем, что дарят этим людям лес, джунгли, кокосы и саговая пальма. Этот деликатес предназначен главным образом для несушек и для цыплят. А когда курица вырастает, ей просто отлавливают кусок пальмы и бросают перед домом. А, мол, ешь. Вон они и едят. Куриц с цыплятами при кормлении рассаживают по таким корзинкам, чтобы большие не отнимали еду у маленьких. Типа, 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 типа. Не-не-не-не-не-не... Надо вот так говорить. Духи помогли нам. Мы всё нашли. Багус, яд сейчас будем делать. Яд для охоты. Почти готов. Остается только смешать компоненты. Ментовайцы и их домашние животные существуют вместе. Я спросил, почему? Почему нельзя построить загончик для свиней, чтобы они не ходили и не хрюкали под домом и не пахли так неприятно, как они это делают сейчас? Мне сказали, нельзя. Потому что в таком случае чьи это свиньи, никто не знает. Любой человек, который может пройти мимо дома, возьмёт и украдёт свинью, скажет, а это ничья свинья. Когда свинья находится под домом или рядом с домом, это значит, она принадлежит хозяину. Количество свиней определяет социальный статус ментовайца. Яд для охоты готовится из трёх видов растений, каждый из которых совершенно безвредно. Но когда сок их смешивается, с составом надо быть предельно осторожным. Яд смертелен. Достаточно царапины на руке, чтобы он подействовал на человека. Изготовление яда занимает не больше 10-15 минут, а свои свойства он сохраняет в течение нескольких недель. Нет, не здесь. Давай выйдем на улицу. Порвал тетиву. Ментовайский богатырь. Что ж будет, когда я за этот лук возьмусь? Вот так стрелу держи. И натягивай тетиву. В кустик целюсь. Недолёт. Второй лук порвал Ченгачгук, друг индейцев. Видно, давно не стрелял. Духи леса... Духи леса не хотят, чтобы мы шли на охоту. Два лука сломались. Никуда не пойдём. Ты видел, говорит? Я дважды стрелял. И две тетивы порвались. Что это значит? Только одно. Духи леса не хотят, чтобы мы шли на охоту. Они предупреждают нас не ходить. Ну, что сделаешь в такой ситуации? Духи не хотят, охоты не будет. Никогда не знаешь, когда общаешься с этими людьми и говорят, они серьёзно или дурачат тебя. А можете мне сделать татуировку? Можете? О! Ну, давай. Краска для татуировки делается из подручных материалов. Её основа – самая обычная сажа, в которую добавляют сахар. К саже и сахару добавилась вода. Я думаю, что надо ещё, чтобы духи одобрили мероприятие, и краска для татуировки будет готова. Сядь, рубашку. Ну, ладно. А куда же я мэджик свой дену? Мэджик? Мэджик, куда? Багуз? Багуз? Багуз. Это холм. Татуировка делается, когда будущий воин взрослеет. Когда у него нападают молочные зубы, её растают уже нормальные основные зубы. За то, чтобы сделать татуировку на ногах, нужно заплатить две свиньи. А на руках много-много саговой муки и куриц. Что ты делаешь? Что ты делаешь, панки? Что ты делаешь? Ты хочешь меня ковырять своей грязной иголкой? Грязной иголкой? Нет! Нет! Лима полюрибу. Какой? Лима полюрибу. А, говорит, не бойся. А то ещё умрёшь от боли. От боли? Русские от боли не умирают. От грязи твоей я могу умереть. Какой-какой-какой. Всё, финиш. Хорошо. Теперь давайте закончим костюм. Так, так, так. Где зорочики? Ой, мой гад. Махачау. Махачау. Тихо, махачау. Махачау. Да. И вот так вот надо ходить. Я бы, конечно, надел эту повязку по-настоящему, по своей привычке проходить до конца любую дорогу, но боюсь, что зрелище будет слишком шокирующим для определенной части зрителей. Поэтому лучше уж совмещу привычные шорты с ментовайской набедренной повязкой, ну и, конечно, татуировкой. Что-то удача сегодня нам не сопутствует. Духи леса не захотели, чтобы мы охотились. Духи леса не подарили нам много вкусных толстых короедов. Поэтому Теокапи говорит, что-то с тобой не в порядке. Я должен позвать добрых духов на помощь тебе, прогнать от тебя злых. Ложусь сюда. Вот так? Так? На спину? А-а-а. Все закончилось. Чувствую, как все злые духи, которые окружали меня последние годы, я даже некоторых из них помню в лицо и знаю поименно. Чувствую, как они провалились в тартарары. И как добрые духи, которые вели меня по жизни, теснее сплотились. Плечо к плечу, локоть к локтю вокруг меня. Она с меня часы, кажется, сейчас снимет, а второй у меня, по-моему, в карман залез уже. Так вот, сплотились, они мне уже намекали, что хорошо бы часы им отдать. У одного из них нет часов, ему тоже хочется с часами, потому что духи любят водонепроницаемые часы. Что-то меня... Чувствую себя поросенком, которого они трогают. О, вот здесь у тебя вкусненько, а здесь не так вкусненько. Носик у тебя нежный, хороший, я так люблю есть носик. А эти белые дураки думают, что мы не едим наших врагов. Едим, конечно. И ушки у них едим. Да, и подбородочек второй мой тоже съедят. С большим удовольствием. Ну, это я все придуриваюсь, конечно. Но люди, которые изучали ментовайцев, действительно убеждены, что ментовайцы знаются с духами. И что именно души природы помогают им выжить. Ну что ж, пора заняться кое-какими бытовыми делами, потому что ведь не только из общения с духами состоит наша ментовайская жизнь. Ну и пора готовиться, наконец, к большой вечерней церемонии. А вот рыбалка у ментовайцев – дело женское. Так что это, можно сказать, не у ментовайцев, а у ментоваек. Специально перед рыбалкой они украшают свои волосы вот такими красивыми цветами. Это своего рода молитва духом реки, для того, чтобы рыбалка была удачной. И делают вот такие замечательные рыболовные юбки. Не объяснили, что если рыба будет плавать вокруг, она запутается в вот этих замечательных юбках, и ее легче будет поймать. В общем, на рыбалку, как на праздник. 8 марта. Пошли, девчонки. Только я уже собрался пошутить на тот счет, что ничего таким способом поймать нельзя. Как вот тебе на. Какой-то мерзкий, скользкий бычок. Похожий на сома. Это хорошо для еды. Туда положить? О, смотри-ка, еще поймала. Карасик какой-то. Некрупная у вас здесь рыбка. Мелкая. А большая есть? Большая. Бигсиш. Есть, есть. Садай. А у нас только мужчины ловят рыбу. О, это крупная. Крупная пошла. Лайта. Лайта. Хорошо. Какая креветка большая. Давай тебе положу. Что ж такое-то у вас? Ловится, а у меня нет. Может, потому и считается рыбалка женским делом, что мужчины не умеют ловить такую маленькую рыбу. Была бы здесь побольше. Я вам показал, на что способен. И яфти какие-то. Ну что ж, не богато, но для разнообразия стола все прибавка. Морепродукты. То, что вы видите, зрелище редкое. Ритуальный танец колдунов-сакиреев. Он исполняется только в особо важных случаях. Интересно, что эти три колдуна никогда раньше вместе не танцевали, но, тем не менее, их движения совершенно идентичны. Учителя обучают сакиреев этому танцу уже несколько тысячелетий. Вплоть до конца 19 века ученые считали, что Индонезия, а точнее говоря, остров Ява, была прародиной человечества. Знаю, и здесь скелет так называемого Иванского человека был самым старым из принадлежавших человеку разумному. Правда, потом были другие находки, и ученые продолжают спорить о том, откуда мы есть пошли. Но вот что не подлежит сомнению, так это то, что вот таким и был танец человечества. Ну, примерно 10, может быть, 15, а то и все 30 тысяч лет тому назад. У ментовайцев нет многого из того, без чего нам трудно представить нашу жизнь. Нет телефонов, компьютеров, машин. Но попробуйте меня убедить в том, что жизнь их от этого беднее и не так ярка, как наша. Вообще, можно считать чудом, то за эти 100 лет, которые минулись с тех пор, как они впервые встретились с так называемой цивилизацией белых, они пронесли свои традиции, оберегая их, как пламя свечи на ветру. Свечу я и подарю им на память. Это самая полезная из того, что нашлось у меня в рюкзаке. Дай вам копейку. Сувенир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.